Здравствуйте! Мы начинаем личный прием. Этот проект инициирован главой КОМИ с целью создать прямой контакт власти и населения. Неделю назад в нашей студии была директор регионального фонда капремонта многоквартирных домов Анна Воробьева. Ответы на заданные вопросы вы можете найти на сайте ведомства. Сегодня свой личный прием на Юргане проведет министр культуры Республики КОМИ Анастасия Прокудина. Здравствуйте, Анастасия Станиславовна. Добрый вечер. И в самом начале эфира мы связываемся с нашей выездной студией. Напомню, эту функцию связи мы добавили в личный прием после многочисленных обращений в адрес генерального директора нашего телеканала Нины Шмаровой. Студия сегодня работает в Сыктывкарском поселке Краснозатонский, где находится мой коллега Ярослав Орешкин. Ярослав, здравствуй и тебе слово. Здравствуйте. Мы находимся в поселке Краснозатонский, как вы сказали, в Доме культуры Волна. В этом году этому Дому культуры исполняется 50 лет, на протяжении более полувека. Это заведение радует жителей культурными программами и номерами. Но и здесь есть свои вопросы. Вопросы свои задаст директор Дома культуры Ольга Романова. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста. В нашем Доме культуры есть замечательные хоровые коллективы. Это Реченька, Бароня и Журавушка. Эти коллективы – постоянные участники всех праздничных концертов, а также конкурсов и фестивалей и городских, и республиканских. Руководители этих коллективов – настоящие специалисты своего дела, но, к сожалению, они в возрасте и, возможно, скоро выйдут на пенсию, на заслуженный отдых. Хотелось бы знать, готовят ли специалистов такого профиля, как хормистеры, аккомпаниаторы в городе Сыктывкаре. И если готовят, то готовят ли они прийти к нам на работу в наш Дом культуры. Да, вопрос понятен. Спасибо. Спасибо. Обозначить данную проблему и решить ее посредством, допустим, приглашения конкретного специалиста, либо направить на целевое обучение. Ну, то есть, если само собой как-то не получается, то Министерство культуры готово поддержать и синициировать вот эти процессы. Конечно. Мы информационно, методически всегда подсказываем и направляем людей, чтобы они нашли друг друга, что-то называется. Мне понятно, Ярослав. Скажите, есть ли еще вопрос? Да, да. Вопрос еще есть, Ольга Львовна. Пожалуйста, Ваш второй вопрос. В 2014 прошедший год был объявлен по России годом культуры. И в рамках этого года Управление культуры, Администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар придумала проект «Культурный десант». В течение года творческие коллективы учреждений культуры города Сыктывкара и Эжвинского района города Сыктывкара выезжало с концертами к нам в поселке. Культурный десант получил очень хороший положительный резонанс и очень понравился нашим жителям. Хотелось бы знать, а возможен ли такой культурный десант между учреждениями культуры города Сыктывкара, поселками города Сыктывкара, с одной стороны, и сельскими учреждениями культуры нашей республики, с другой стороны. Спасибо, Ольга Львовна. Знаю лично об этом проекте, об этом десанте, что он действительно был встречен на ура, скажем так, естественно, всеми небольшими селами, поселками. Люди давно там не видели таких творческих проектов, которые привлекли практически все население, проживающее в небольших деревнях. То есть до самых глубинок он дошел. Да, и даже иногда, знаете, эта глубинка определяется не расстоянием, а, например, средством достижения этой деревни. То есть река, вот тот же у нас Свет Кыркач, да, он вроде бы совершенно рядом от Сыктывкара, но проезд к нему ограничен, да, определенными условиями. И туда тоже давно не добирались какие-то проекты, скажем так. И в этом году, в прошлом году это состоялось. И я уверена, что данная практика сохранится. У муниципального образования Сыктывкар есть уже такие тоже планы. И у республики тоже есть какие-то обменные, скажем так, проекты. Но здесь тоже нужно необходимо отметить, что инициатива самих муниципальных районов тоже приветствуется. То есть ближайшие соседи, кто могут друг с другом договориться, а мы транспортом, какими-то, опять же, рекомендациями, можем всегда посодействовать для реализации на достойном уровне этих проектов. Но планы на десант есть, однозначно. Есть. Хорошо, спасибо. Спасибо, Ярослав. Напомню, сегодня выездная студия работала в поселке Краснозатонске. А мы переходим к вопросам главконтроля и ждем ваших звонков в прямой эфир. Начнем с вопросов из Троицко-Печерска, поскольку аж четыре оттуда их пришло. У нас есть богатый экспонатный краеведческий музей, но он по площади маловат и почти что в аварийном состоянии. Есть ли в планах Минкульта вопрос по финансированию ремонтных работ музея? Ну, с Троицко-Печерском знакома не понаслышке, лично была в этом районе. И тоже, опять же, масштабами района определяются многие проблемы, которые есть на данной территории. То, что касается непосредственно музея. Изначально он был включен в государственную программу республики Коми, культуры республики Коми. Но по инициативе самого муниципалитета он был снят и заменен на другой проект, видимо, более востребованный. У них есть дом культуры районный в самом Троицко-Печерске, который требует капитального ремонта. И там сумма была увеличена за счет республиканского бюджета, то есть там до 16 миллионов ее увеличили. Здесь 6 сняли, там до 16 увеличили. То есть его перенесли, ремонт вот этого музея, или пока он вообще не запланирован? Он теперь не запланирован, то есть здесь опять требуется инициатива самого муниципалитета. Какая работа проводится на уровне Минкульта по привлечению детей сельских районов к большому искусству? Ну, говорили о десанте культурном, может быть, какие-то еще направления вести? Ну, большое искусство и профессиональное, да, это может быть нечто другое. То, что касается детей, я бы здесь на две составляющие разделила сам вопрос. Какие-то экскурсии, посещение наших театральных площадок, выставок, это всегда приветствуется и организуется. Например, вот даже в декабре, свежий пример, да, на елку главы, когда дети со всех муниципалитетов съезжались, для них был разработан план, и они очень продуктивно, скажем так, посещали. Группы были разделены, я не помню, даже 8-16. Некоторые успели по 3-4 музея объехать в этот момент, посетить другие выставочные площадки. То, что касается, может быть, воспитания, через воспитание, через образование именно сельских детей, то в конкурсных программах различных, в конкурсах участвуют. Это и у нас, если живопись, да, то мир, в котором я живу, проводится, все муниципалитеты приглашаются. То, что касается вокального, на приз Ольги Сосновской, да, у нас есть конкурс, очень знаменитый, много лет который традиционно проходит, он уже приобрел статус международного, но прежде всего привлекаются дети для участия из районов. А также у нас есть конкурс тех, кто исполнительское мастерство на струнных музыкальных инструментах. То есть, фактически по всем направлениям, и можно сказать, что регулярная системная работа, поэтому идет хорошо. Много говорили о том, что в Сыктывкаре будет построен Дом Дружбы, и он построен. Какую роль он будет играть в реализации национальной политики республики, и как отразиться на уровне районов, ну, культуры районов? Ага, я так понимаю, речь идет о новом здании именно, потому что сам Дом Дружбы, да, он уже работает с января 2014 года и работает успешно, очень много проектов реализует. Но вопрос немножко не наш, это не подведомственное, Министерство национальной политики. Но мы с ними взаимодействуем и будем продолжать. Последний вопрос Троицкой-Печерской. Нам хочется поблагодарить работников культуры за их труд. Считаем, что такой творческий коллектив должен работать достойно КЧЕ культуры. Когда мы дождемся хотя бы концертного зала? Это вот как раз к тому вопросу, который... Мы говорили о ремонте, а здесь идет речь о концертном зале. Ну, вот как раз у них работа, по сути, начата, часть работ сделана, но сейчас речь идет о финансировании. В 2016 году оно запланировано, и ремонт, я уверена, что начнется. Усинск. Будет ли продолжен в следующем году опыт распределения субсидий на условиях софинансирования на укрепление материально-технической базы учреждений культуры из республиканского бюджета, бюджета муниципалитетов? Тоже часто вопрос встречается от муниципалитетов. Да, такая практика продолжена будет до 2017 года, но, я думаю, 2018, там уже даже затронем, будет продолжаться. Книжпогорский район. В городе Емва помещение Центра национальных культур администрация района намерена передать под МФЦ, МФЦ. Просим посодействовать в разрешении двух вопросов. Здание Центра национальных культур оставить за центром и ввести Центр национальных культур из подчинения, вернее, вывести Книжпогорского РДК и подчинить напрямую отделу культуры и национальной политики администрации района Книжпогорского. Об этой проблеме мы тоже знаем уже на протяжении некоторого периода, но я бы сказала, что на сегодняшний момент вопрос решен, наверное, долго не стоит об этом рассуждать, потому что уже председатель правительства Владимир Алексеевич Тукмаков ответил на него буквально вчера тоже на одном из сайтов. До этого Вячеслав Ивочкин ответил, что вопрос снят. Оба вопроса. Тогда прошу уточнить. Первое здание оставить за центром, а второе перейти в... Ага, вот то, что касается первого, он снят, а то, что второе касается подведомственности, но это вопрос точно не нашей компетенции тоже, и мы таких решений принимаем. Никуда обратиться людям? Не можем. Прежде всего с администрацией. Мы для себя тоже возьмем на заметку и потом ответим еще. Хорошо. На Шпаковский район Ченеворик. В июне 2014 года в результате пожара сгорел Дом культуры. Планируется ли в этом году строительство нового Дом культуры? Насколько мне известно, нет, не планируется в Ченеворике. Здесь нужно прибегнуть к обычной процедуре, когда опять же инициатором выступают муниципалитеты. Для того, чтобы республика софинансировала этот проект, необходимо подготовить проектно-сметную документацию. То есть все это через администрацию? Да, безусловно. Потому что республика принимает решение по инициативе только администрации муниципальных образований. На сегодняшний день детские школы искусств относятся к системе учреждений культуры, но являются учреждением дополнительного образования. Планируется ли изменение в ведомственной принадлежности школ? Ну, я могу сказать однозначно, что не планируется. Это уровень Российской Федерации, это их компетенция. То есть мы знаем об этой проблеме, да, что не совсем такое, может быть, корректное подчинение, но тем не менее, вот наш федеральный вопрос однозначно. Эржинский район, Сыктывкар. Взаимодействует ли Минкульт с Министерством образования по вопросам изучения коми-языка в образовательных учреждениях? Тут, видимо, идет речь об обязательном и необязательном. Ну, если так ставить вопросы, вы знаете, мы, конечно, с Министерством образования по многим вопросам взаимодействуем, но вопросы изучения коми-языка однозначно тоже находятся в подвеновстве Министерства национальной политики. У них есть целый отдел, который занимается этим вопросом, и я рекомендую, наверное, туда все-таки к ним обратиться. В Уктыл, будет ли в ближайшее время строительство нового Дома культуры в селе Почери? Я знаю, что такой вопрос администрации поднимался, они работали над ним, но, насколько мне известно, вот буквально месяц назад была информация, что в Генплан не включен этот объект, соответственно, администрация, опять же, не инициирует строительство нового. Но будет проделана работа по, скажем так, изучению состояния сегодняшнего клуба, и после того, как будет дано заключение экспертное о состоянии, будет принято решение либо капитальный ремонт, либо реконструкция, либо все-таки необходимость строить новое. Но в этом году однозначно нет. Нет. В Уктыл запланированы ли гастроли драматического театра правильного республики, в том числе и в наш город? Интересный вопрос, но он, наверное, все-таки относится больше непосредственно к Михаилу Николаевичу Матвееву, который всегда планирует гастрольную деятельность заранее и с удовольствием, я могу сказать, посещает все муниципалитеты. И здесь требуются инициативы, опять же, от самих тоже муниципалитетов, чтобы они содействовали иногда в размещении артистов, где-то транспорт совместно, организация питания. Там много остается вопросов. Но все через обращение в администрацию. Нет, почему? Нет. Михаил Николаевич, это у нас руководитель непосредственно драматического театра, то есть театры самостоятельно принимают решение о гастролях в том или ином муниципалитете. И это зависит тоже от совместной их работы. Микунь, мы очень любим наш город. В этом году был запланирован капитальный ремонт здания, но, к нашему сожалению, ремонт по объективным причинам был отодвинут на следующий год. Можно ли надеяться, что он хотя бы начнется в следующем году? Дом культуры, очевидно, имеется в виду. Да, я понимаю, о чем идет вопрос. И, да, опять же, наш 16-й год уже стоит в планах, что однозначно эти средства будут выделены. Давайте послушаем автоответчики личного приема, пожалуйста. Детские школы искусств Кустинского района просят помочь в решении вопроса о пересмотре целевых показателей среднемесячной заработной платы по дорожной карте на 2015 год. Это пожелание, скорее. Я понимаю тоже, о чем идет речь, но это тоже уровень не только республиканских, федерация. С одной стороны, сняли очень острую проблему, которая висела даже больше, чем одно десятилетие. Это когда норма у работников дополнительного образования была разная. Те, кто преподает в более старшем звене, 24 часа в неделю нагрузка, наоборот, 18 часов. А те, кто младше, звено 24. Была некая несправедливость. И сейчас ее восстановили. То есть всем присвоили 18 часов нормирования. В связи с этим возникла переработка у людей. Объем финансирования определен. Мы планировали заранее, на год вперед, естественно, и средства в бюджете предусматривали, и норму рассчитывали. То есть сейчас в одночасье решить проблему вся страна не может, не только республика. Поэтому я думаю, что это постепенный какой-то процесс. То есть не в нашем регионе эта проблема существует только. Конечно, нет. Нет, я думаю, что педагоги прекрасно об этом знают тоже. Но мы держим руку на пульсе и постепенно. На сайте можно будет потом посмотреть развернутый ответ. Мы подготовим обязательно. Но он все равно будет с тем подтекстом, что еще будет продолжение. Я понял. К огромному сожалению, Микунь, Центральный дом культуры, нуждается в капремонте. Возможно ли включение Дома культуры Айкина в программу на ближайшие годы? Это не Микунь, наверное. Да, но почему-то вопрос из Микунь. А, вот так вот. То есть с селу Айкина, это у нас Устью... Вы, если правильно, да? Значит, в этом году тоже не стоит Айкина точно на ремонт. Хотя я тоже там состояние клуба знаю. Здесь необходимо, опять же, выполнить обычную процедуру, которую муниципалитет инициирует. Но нужно понимать, в Устьюиме, например, в предыдущую программу государственную вошло сразу три объекта. Не каждому муниципалитету так повезло. Да, и то есть мы должны понимать, что у нас всего, ну, много 20 муниципальных образований, которые претендуют. Клубов еще больше, да? То есть там 300 с лишним, допустим. И каждый хотел бы, чтобы новый был построен, реконструирован. И желательно, чтобы республика софинансировала, выделила, да? Соответственно, в одночасье, в один год это сделать невозможно. Нужно все планировать. Сосногорск. Длительное время, более трех лет, на ремонт закрыт. Единственный в городе дом культуры «Горизонт». Сколько еще ждать открытия отремонтированного дома культуры? Соглашусь, что в Сосногорске очень такая тревожная ситуация, которая долго длилась. Но есть и положительная информация. Буквально в феврале этого года было заключено очередное соглашение между компанией «Лукова» и правительством республики Коми, в котором предусмотрено софинансирование на окончание ремонта данного учреждения культуры. После 11 мая, то есть буквально сейчас, сразу после праздников, будет объявлена конкурсная процедура. По поиску подрядчика. Здесь сейчас не могу сказать, давайте я лучше уточню эту информацию, потому что там объем работ определен, но тем не менее каждый подрядчик сможет выстроить эту работу. Соответственно, мы лучше... Ясно, очень мало времени нам подсказывают. Буквально в двух словах ответить на главный, наверное, самый актуальный вопрос из Вильгарта. Ожидается ли повышение заработной платы работникам культуры? В 2015 году имеется в виду и перспективы. В 2015 году повышение не запланировано. Есть другие цели сохранить на уровне 2014 года. Какая основная? Я услышал. Уважаемые зрители, если вы задали свой вопрос в главконтроль, но мы не успели его озвучить, помните, что через неделю все ответы будут опубликованы на сайте Минкульта Республики. Через неделю свой личный прием на Юргане приведет руководитель агентства по физкультуре и спорту Степан Чураков. Анастасия Станиславовна, спасибо большое вам. Вам хорошего вечера. Увидимся через неделю на Юргане. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова